Строительство школы в Казачьей бухте началось в апреле 2013-го, а проект был разработан годом раньше. Застройщики говорят, сейчас на 60% завершены работы по первой очереди. Да и трудится здесь более полусотни человек. Готова полностью коробка, кровля. Сейчас проходят отделочные работы. Трёхэтажное здание рассчитано на 30 классов. Кроме того, здесь будут спортивные актовые залы, столовая. А на прилегающей территории планируется оборудовать детскую спортивную площадку, где можно будет играть в футбол, баскетбол и даже толкать ядро. Общий корпус, спортивный зал, котельную, расформаторную подстанцию, ну и общее благоустройство школы. Строители отмечают, школа будет оборудована пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения. А это инновация. Ходом работ в управлении капитального строительства довольны. Качество хорошее объекта, хорошее. Как видите, внешний порядок тут есть, зачастую у строителей приходишь беспорядок. Тут видно и качество бетона, по крайней мере, я смотрю, работа технодзора здесь на хорошем уровне. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Значит, в сентябре месяца ожидается возобновление финансирования. На стоящее время подрядчик готовится, осваивает данные средства. Готов уже котлован для строительства второй очереди. Рассчитано еще на 400 мест. Работы начнут проводить, когда выделят соответствующее финансирование. А оно обязательно будет, уверяет директор департамента городского хозяйства Олег Казурин. Финансирование нами определено. Финансирование будет идти по тому плану финансирования, который мы сами для себя составили. И школа должна быть в этом году построена, в следующем году сдана. В 17-м году школа на 1000 мест должна быть у города, и дети должны учиться. Кроме того, в нескольких метрах от школы будет детский сад. Он рассчитан на 250 мест. Строительные работы там также продолжаются. И их тоже планируют завершить к концу 2015 года, чтобы уже в январе в учреждения смогли пойти ребята, живущие поблизости. Ожидается в 2016-м и проектировка здания еще одной школы в Казачьей бухте. Святослав Данилов, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Севастополя.